Заголовок Брак, семья и семейные ценности Вступление в брак Итак, большинство священников женатые, только в брак они не вступают. Почему? Потому что кандидат на рукоположение должен позаботиться о создании семьи заранее. Скажем так, тот, кто желает принять священный сан, должен либо жениться, если он еще не женат, либо принять монашество, либо остаться холостым, целебат. Но в таком случае он уже не может вступить в брак после принятия сана. Сразу необходимо отметить, что целебат нашим священноначальям крайне не приветствуется, поэтому холостых священников в русской церкви очень мало. В католической же церкви принят обязательный целебат. Отсюда и страсти, дающие богатую почву для творчества писателей и режиссеров. Это и школьный овод, и популярный женский роман, поющий в терновнике. Список можно продолжать очень долго. Нам же подобные страсти не грозят, у нас свое, другое. По правилам церкви священник может быть женат только первым браком. Если для мирян допускается второй и даже третий брак, то для духовенства существует только один. Если священник овдовел или по каким-то причинам расстался с женой, то он уже не может жениться, ни при каких обстоятельствах, разве что снимет с себя священный сан. Это незыблемый закон. Иногда на этой почве случаются трагедии. Например, священник овдовел или расстался с женой, но он еще молод и красив. Где гарантии, что он не полюбит другую женщину, а потом не захочет связать с ней свою судьбу? Что делать? Жизнь ставит его перед дилеммой. Служение церкви или счастливый брак? Бывали в истории случаи, когда священник не хотел оставлять ни служения, ни любимую женщину. Возлюбленной приходилось становиться тайной женой, а батюшке идти на тяжелый компромисс совести. В истории нашего Отечества известен поп Гапон. Но мало кто знает, с чего началась его жизненная драма. Георгий Гапон был обычным священником и безумно любил красавицу-жену. После рождения второго ребенка его жена скончалась. Видимо, это горе и сломило Гапона. Сначала он пытался жить подвижнической жизнью. Однажды отдал свои последние сапоги нищему. А затем началось падение. У отца Георгия появилась тайная сожительница. Потом в его жизни были еще женщины, а за ними пришла революция. Еще одна подробность, которая зачастую неизвестна даже православным мирянам. Невеста будущего священника должна быть девственницей. Аналогичные требования предъявляются к ее жениху. Этот закон известен с ветхозаветных времен. Кстати, в современном Израиле по сей день действует такой закон для потомков колена левита, священнического колена. Поэтому израильтяне, носящие фамилию Коган или Коэн, чтобы получить возможность жениться на разведенной женщине в обход строгого закона, вынуждены регистрировать брак, например, на Кипре. В православии из этого правила существует одно единственное исключение, если блуд в небрачные отношения или первый брак был до принятия крещения. У нас встречаются канонические второбрачные священники, которые приняли крещение в зрелом возрасте и за плечами имели очень много. Крещение дает возможность начать жизнь с белого листа, поэтому такие батюшки и не считаются второбрачными. Более того, жених и невеста не имеют права вступать в интимные отношения до венчания, иначе путь к священству тоже будет закрыт. Особенно, если епископ очень строгих взглядов. Семинаристы любят высчитывать, через какое время после венчания у их женатых собратьев родился первый ребенок. Если после венчания не прошло положенных девяти месяцев, то над новоиспеченным папашей начинали дружески подтрунивать. А не было ли у него чего до венчания, а то, глядишь, канонические препятствия появятся. Так что для принятия сана недостаточно иметь желание, богословские и уставные знания. Многие читатели, наверное, усомнятся, что столь строгие правила по сей день существуют и даже выполняются. Придется некоторых разочаровать. Правила действительно выполняются. Нарушения встречаются достаточно редко и остаются на совести либо кандидата, утаившего от епископа свое препятствие, так это называется, либо епископа, знавшего о препятствии, но принявшего решение о рукоположении. К слову сказать, это только в желтой прессе все священники развратники, а епископы гомосексуалисты. В нашей книге говорится только о реальном положении вещей, без прикрас или очернения. Один наш знакомый, назовем его Костя, женился на разведенной женщине с ребенком. Обычное дело, как для православных, так и для светских людей. Но все наши общие знакомые были шокированы, когда Костя заявил, что собирается принимать сан. Вы все замерли в ожидании и стали следить за развитием событий. Они не заставили себя долго ждать. Его действительно рукоположили в диаконы, начальная степень священства, и отправили служить в подмосковный приход. Оказалось, что он утаил от епископа, что его жена второбрачная. Вскоре у Кости произошел серьезный конфликт с настоятелем. Настоятель затаил обиду. И тут как нельзя кстати, настоятель узнает, что Костя обманул епископа. Убедившись в достоверности полученной информации, то есть не поленившись для этого съездить в ЗАГС и навести справки, он незамедлительно докладывает о совершившемся факте в патриархии. Как говорится, все тайное становится явным. Костю быстро лишили сана, в тот момент, когда он собирался подавать прошение о рукоположении священники. Заголовок. Как знакомиться в семинарии? Семинарии это не только учебное заведение, но и место, где молодые люди находят невест. Как правило, семинаристы стараются жениться во время учебы, чтобы закончить семинарии уже в сане. В первом классе студенты привыкают к новому образу жизни, вытягиваются в учебу. Во втором, помимо учебы, начинают присматриваться к невестам. В третьем стараются определиться, чтобы в четвертом классе жениться и сразу рукоположиться. Естественно, не у всех все так гладко получается. Не все заканчивают обучение в священном сане. Есть такая семинарская шутка. Семинарист подходит к первой попавшейся девушке и говорит «Разрешите с вами познакомиться, а то у меня через неделю рукоположение, и мне срочно нужна матушка». Как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. И говорят даже, что этот анекдот взят из реальной жизни. Знаю даже реальный случай, как один семинарист долго молился у мащей преподобного Сергия о даровании ему невесты. И вот однажды, помолившись, он про себя решил, что кого первого встретит, та и есть его невеста. Да, для этого нужно было иметь серьезное дерзновение и великую веру, ведь такими вещами не шутят. Но его вера была награждена. Выходит этот семинарист из храма и на пороге буквально сталкивается с девушкой, которая спешит к преподобному Сергию. Дальше следует знакомство и счастливый брак. Считается, что если молодой человек пришел в семинарию, значит он уже встал на путь духовного служения. Поэтому пробные варианты типа «поучусь, а потом подумаю» здесь не практикуются. В отличие от светского вуза, в духовном учебном заведении жениться почти необходимо, вернее не жениться, а определиться, то есть выбрать свой путь. Ведь можно уйти и в монахи. Если семинаристы не будут иметь возможность выступить в брак, то откуда в церкви будут священники? У нас ведь церковь православная, не католическая, а монашество принимает меньшинство, примерно 10% из всех учащихся. Среди светских людей при семинарии на сей день ходит легенда, что в Троице Сергиевой Лавре есть так называемая «аллея невест». Всякая девушка, желающая познакомиться с будущим пастырем, может сесть там на одну из лавочек и ждать своего суженного. В действительности, все это не имеет никакого отношения к современной реальности. В 50-х годах вновь открывшаяся семинария некоторое время соседствовала с областным педагогическим институтом. Семинаристы стали знакомиться с будущими советскими учительницами. Власти быстро пресекли столь пагубную традицию, переведя пединститут в город Орехово-Зуево, подальше от религиозного дурмана. Может именно в те времена и была прохожая традиция, но реальных подтверждений этому нет. Да и зачем эта аллея, если в самой семинарии полно барышень, жаждущих выйти замуж? В семинарии есть две женские школы – регенская и иконописная. Заголовок «Регенши». Регенские классы при семинарии были созданы специально для того, чтобы дать возможность семинаристам, что называется, без отрыва от производства, спокойно подыскивать себе невест. Здесь священноначалие поступило очень мудро, убив при этом как минимум трех зайцев. Во-первых, студенту не нужно искать невесту вне стен духовной школы, отвлекаясь от учебы и тратя на этот процесс массу драгоценного времени. Во-вторых, девушки, поступающие на регенское отделение, как правило, изначально религиозны и сознательно стремятся стать женами священников, а это дает хоть какие-то гарантии, что жена не сбежит от мужа, столкнувшись с тяготами поповской жизни. В-третьих, для церкви очень удобно, когда батюшка в алтаре, а матушка на клиросе. Она разбирается не в рекламе и маркетинге, а в богослужебном уставе, песнопениях, глазах, кандаках и тропарях. Представьте, что священника посылают куда-нибудь в жуткую деревенскую глушь или в занюханный районный городишко Тмутаракань, а там на приходе три дремущие старухи, которые не то что в богослужении знать ничего не знают, но и толком не представляют, во что сами верят. Вот тут батюшкой выручает матушка, не с тремя высшими образованиями, а простая, окончившая регенскую школу. Как уже говорилось выше, в регенскую школу поступают в основном девушки, желающие стать женами священников или, говоря церковным языком, матушками. Вообще, в церковной среде быть матушкой почетно, но это не главная причина, по которой верующие девушки хотят быть матушками. Для них это в первую очередь особое служение Богу, которому они хотят посвятить свою жизнь. В регенскую школу конкурс как в престижный вуз, так много желающих, поэтому с каждым годом условия отбора ужесточаются. Если лет 10-15 назад набирали почти всех, лишь бы слух был, то сейчас приветствуется наличие качественного музыкального образования. Заголовок. Белый верх, черный низ. Белый верх, черный низ. Такова форма воспитания с регенской школы. Причем черный низ должен быть всегда длинный, а на голове обязателен платок. Когда светская барышня ищет супруга или просто сексуального партнера, она выглядит и ведет себя соответствующим образом, всем известно каким. По крайней мере, ей никогда не придет в голову надеть длинную черную юбку и повязать платок. В церковной жизни все наоборот. Здесь совсем другие ценности и представления. Если девушка мечтает о христианском браке, особенно о муже священнике, она должна показать, что называется товар лицом. Максимум благочестия и смирения. Правда, со смирением некоторые перебарщивают. Таких проницательные семинаристы называют мисс смирения. Юноши-семинаристы выбирают себе не секс-символы и партнерш, а в первую очередь матушек, то есть помощниц, хозяек и матерей будущих детей. Это не значит, что за церковными стенами обитают одни расчетливые прагматики, которые не способны просто влюбиться и терять голову. Но речь идет о выборе на всю жизнь. Не следует забывать, что для священника невозможен второй брак и ошибка, допущенный один раз. Может стоить очень дорого. Поэтому у семинаристов страх допустить ошибку в выборе спутницы особенно велик. Тогда, как в светском обществе, этого практически не боятся, ведь никто не запрещает разводиться и выступать в брак, пока не надоест. А возможно и сожительство в так называемом гражданском браке, который вовсе ни к чему не обязывает. По принципу поживем, притеремся, а потом посмотрим. Свобода одним словом. Как говорят, любовь зла. Народная мудрость зачастую бывает очень точна. Эта история произошла с одним нашим хорошим другом. Назовем его Кириллом. Будучи семинаристом, полюбил Кирилл девушку-работницу с кухни. И поспешно, как бывает в таких случаях, сделал ей предложение. А она с радостью согласилась. Девушка была дочерью протеерея из Челябинска. То есть поповной. Однако звание поповной не гарантия благочестия девушки. Одноклассники отговаривали несчастного, влюбленного от столь необдуманного шага. Так как девица эта имела неблаговидную репутацию. Во всяком случае, ходили они не самые лучшие слухи. Предостережением одноклассников он не внял. Как опять же, бывает в подобных случаях. Вскоре молодые сыграли свадьбу на родине невесты. После свадьбы, новоиспеченный муж уехал доучиваться, оставив молодую жену с ее родителями. Но когда Кирилл приехал на каникулы, то горячо любимая супруга своего, благоверного, даже на порог не пустила. Уходи и все. Несчастный, отверженный муж понял, что явился не вовремя. У жены был любовник. Бедолагу ждала холодная ночь на вокзале с бомжами и спешное возвращение назад в общем вагоне. Через несколько лет он женился повторно на хорошей девушке, с которой обрел счастье. Из-за столь неудачного первого брака ему пришлось забыть мечту о священстве. Конечно, он мог принять монашество и только в таком случае стать священником. Но молодой человек хотел семейной жизни, и когда женился повторно, путь священства для него закрылся навсегда. Зная столь трагические примеры, семинаристы очень боятся вляпаться в подобную историю. Но выбор все равно делать надо, никуда от него не денешься. Так что иногда за красивой внешностью и благочестивым поведением может скрываться совсем неблаговидная сущность. Объектам же этого выбора все равно приходится прихорашиваться. Но как прихорашиваться, когда юбка длинная, а на голове платок? Проблема с платком у Регенш решается просто, как все гениальное. Он может превратиться в элегантный прозрачный шарфик, замысловатый и кокетливо повязанный на тонкой изящной шейке. А вот волосы показывать в православии не возбраняется. Только опять же, в церкви ценится все естественное. Поэтому стрижки и химия считаются дурным тоном. Как и открытые колени. Как говорится, коса – девичья краса. Чем длиннее и толще коса, тем девушка считается красивее. Поэтому воспитанниц Регенской школы и отличаются особо длинными косами. Длинная юбка в церковной среде совсем не помеха. Колени демонстрировать считается верхом неприличия. А как уже говорилось выше, девушка должна показать себя особенно целомудренной. Поэтому если жениху с невестой не довелось сходить вместе на пляж, если у них знакомство пришлось не на летний сезон, а летом не сложилось, то ее колени он увидит только после свадьбы. Гулять, то есть ухаживать за девушкой, в семинарии принято примерно год. Так советуют многие духовники. Но в жизни бывает очень по-разному. От нескольких месяцев до нескольких лет. Девушка считается невестой после того, как ее избранник сделает ей предложение, на которое она даст положительный ответ. В семинарии есть и свой стандарт красоты, ничего общего не имеющий с пресловутым 90-60-90. Красавица скорее должна походить на пушкинскую царевну-лебедя. Днем свет божий затмевает, ночью землю освещает, месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит, а сама-то величава выступает, будто пава, а как речь-то говорит, словно реченька журчит. Воспоминается история одной такой красавицы, которая соответствовала всем стандартам семинарской красоты. Заголовок. Василиса Прекрасная. Василиса была студенткой регенской школы, дочерью очень известного и очень многодетного протеерея. Младшая из дочерей или предпоследняя, точно не знаю. По семинарским меркам была красавицей неописуемой, правильные черты лица, таинственная бледность, высокий открытый лоб и длинная толстая русская коса ниже пояса. Ходила она степенной походкой, высоко подняв голову, взгляд имела несколько надменный, полный осознанного достоинства и превосходства. От ее ослепительной красоты многие семинаристы буквально сходили с ума, вожделея заполучить Василису Прекрасную в невесты. Очень многие делали ей предложения и признания любви, пытались ухаживать, а другие молча страдали, боясь быть отвергнутыми. Всех своих женихов, даже тех, с кем вроде бы начинала дружить, в скором времени она бросала. Однокурсницы откровенно ей завидовали, что естественно, ведь далеко не каждая девушка пользуется таким успехом и вниманием. Да и умом она тоже не была обделена. Злые языки поговаривали, что она с таким нравом никогда замуж не выйдет и останется в старых девах, что ждет ее судьба синего чулка. Сравнивали ее с одной наставницей в регенской школе, которая в молодости высех жеников отвергла, а когда вспохватилась, то было уже поздно, и от досады она превратилась в классическую злюку. Воспитанец третировала и держала в черном теле, да в ежовых рукавицах. Другие пророчили, что красота ее мимолетная. Если еще годика два потянет, она за мужеством, то вся ее свежесть увянет. А кому нужна увядшая красавица? Другое дело, девушка простая и неказистая. Она всегда неказистая и в красавице не метит, поэтому спрос на нее одинаков, а красавица, она как цветок. «Продавай, пока свеж». Словом, о ней было принято говорить, о ней было принято спорить, ведь она была звездой. Но, вопреки злым языкам, Василиса Прекрасная через пару лет после окончания регенской школы вышла замуж и стала матушкой. Родила трех детей, но жениха она нашла не в семинарии, а на приходе у отца. Регенши правда вступают будто павы. Таковы требования стандартов красоты. Регенскую моду создают в основном девушки-провинциалки, коих среди студенток всегда большинство. Отсюда и любовь к нелепым деревенским блузкам со множеством безвкусных рюшек и кружев и к бабским юбкам. Несколько лет назад у регенши была очень смешная мода на высоко зачесанные челки, которые семинаристы между собой в шутку называли коконами. Правда, последние годы в регенской моде наметились сдвиги под воздействием последних московских веяний. Этой модной стрижки элегантная одежда в последнее время белый верх начальства отменила, обрядив регенш во все черное, оставив только белый платочек. Регенш всегда можно опознать по одежде. Прическе, по белому платку, сильной бледности, по высоко поднятой голове, по осанке и стремлению всеми силами показать себя. Заголовок. Иконописки. В семинарии есть еще и иконописная школа, где 90% учащихся составляют девушки. На местном сленге воспитанниц иконописной школы называют иконописками. Они наоборот, всем своим видом и поведением показывают, что мужеский пол им совершенно безразличен, и пришли они учиться иконописному делу, а не женихов искать. Они сутулятся, мимо ребят пробегают с поспешностью, опуская глаза в пол, подчеркивая свое глубокое безразличие. Многие иконописки действительно не собираются замуж и мечтают о монашестве. Для них это особый образ жизни и серьезное призвание. В школу приходят и зрелые женщины с серьезным художественным образованием, решившие посвятить жизнь исключительно иконописи. Но такие в качестве невест вообще не рассматриваются. Некоторые девушки из иконописной школы ведут откровенно подвижнический образ жизни, встают ежедневно в половине шестого, за полтора часа до официального подъема, и идут в лавру на братский молебен. Некоторые отказываются от употребления мясной пищи, подражая древним иконописцам, таким как преподобный Андрей Рублев или Феофан Грек. Поэтому в трапезной семинарии предусмотрен отдельный монашеский стол без мясного. Одеваются они совсем не так, как регенши. Для иконописной школы не существует правила «белый верх, черный низ». Поэтому головной платок обычно темных тонов, совсем непрозрачный и туго затянут вокруг шеи, как у колхозниц из довоенных фильмов. Юбки, как правило, особенно длинные, почти до пола. Вместо блузок – свободные кофты и свитера на выпуск, так называемый хиппи-стиль. Из-за неприступного вида многих студенток семинаристы побаиваются с ними знакомиться или знакомиться через посредников. Тщательно разведав, желает девушка замуж или готовит себя к монашеству и ухаживать за ней бессмысленно. Тем не менее, матушками иконописки становятся часто. Кстати, студентки регеншской иконописной школ могут снимать жилье в городе, если материальное положение позволяет. Семинаристам же проживать в городе разрешается только в случае женитьбы. Иконописки по студенческим меркам, в отличие от бедных регенш и семинаристов, всегда считались самыми обеспеченными. Еще во время учебы многие из них находят рынок сбыта для своих работ. Поэтому хитом сезона в иконописной школе середины 90-х, не знаю как сейчас, являлось, например, приобретение дорогой шубы, символа устойчивого и независимого материального положения. Но чтобы успешно находить покупателей, необходимо обладать определенными коммерческими способностями, которые есть далеко не у всех. Я была знакома с двумя такими преуспевающими студентками. Обе они были поповными, из многодетных семей, неизбалованными материальными благами в родительском доме. Но коммерческий талант у них был недюжинный, что позволяло им не только безбедно существовать и снимать квартиры в городе, но и приобретать вожделенные предметы роскоши, о которых говорилось выше, и которые были, конечно, поводом для зависти коллег по цеху. Обе они по окончании иконописной школы вышли замуж и стали матушками. С будущими дмужьями они познакомились здесь уже в семинарии по традиционной схеме. Самое интересное, что обе ныне живут за границей, правда, в совершенно разных концах мира. А как быть тем, у кого нет шансов попасть ни на регенское отделение, ни в иконописную школу, а познакомиться с семинаристом и выйти замуж, ну очень хочется. Здесь есть еще несколько вариантов. Например, устроиться на работу в семинарию уборщицей, посудомойкой, библиотекаршей, гардеробщицей или медсестрой. Конечно, семинаристы все равно более охотно выбирают себе невест из регенш, так уж повелось, но шанс есть, особенно если девушка красива и умна. Заголовок. Как знакомиться на семинарской кухне? Эта тема заслуживает особенного рассказа. В семинарской столовой развернут запасной плацдарм для знакомства с учащимися. Поэтому строиться туда на работу сложнее, чем в Кремлевскую. А для чего еще там работать? Это единственная столовая в России, куда приезжают работы девушки со всей страны, в том числе из бывших союзных республик. Представляете, посудомойка из Челябинска или из маленькой молдавской деревушки. Удивительно, но факт. Как уже говорилось, в столовой семинаристы не только трапезничают, но и проходят послушание, почистки овощей и отмывание грязных котлов. Это романтичное занятие может повлечь за собой романтичные отношения. Но не с котлами, конечно. Казалось бы, идиллическая картина. Драет воспитанник жирный котел, ныряет туда почти с головой, только пятки сверкают, а мимо проплывает, словно пава, с тележкой, доверху наполненной грязной посудой, красавица-посудомойка. В белом халатике, кружевном платочке, брови черные, глаза задорно горят, кудри вьются. Ну как тут не познакомиться, не пойти на свидание после тяжелого трудового дня? Но, по правде говоря, семинаристы с посудомойками и официантками знакомятся совсем не так. Драя котел или чистя тонну картошки, воспитанник совсем не обращает внимания на прекрасный пол. В такие моменты жизни бывает только одно желание – скорее дополсти до койки. Но учитывая, что семинаристы, как с паниели, хронически голодные, то они стараются дружить с прекрасными работницами в семинарской кухне, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Раз уж речь зашла о знакомствах на кухне, придется рассказать об одном достаточно удачном кухонном знакомстве. Субтитры создавал DimaTorzok